Итак, еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами сегодня я, Руслан Айсен, и наш уважаемый гость, известный журналист, публицист Виталий Портников. Виталий, приветствуем вас. Здравствуйте. Виталий, вот тема, которую мы обозначили, конец Российской империи. Вот вы жили в России, творили, писали очень много. Вот в какой момент у вас, скажем, устоялось мнение или закрепилось о том, что Советскому Союзу конец, вот в момент, когда еще Советский Союз существовал? Был ли такой момент вообще? Да, был такой момент. Это было, когда я был, мне кажется, в восьмом или в девятом классе. Я тогда, мы с родителями отдыхали в Латвии, в Юрмале, а потом поехали на небольшую экскурсию в Таллинн. И Сталина уже уезжали на поезде в Санкт-Петербург. И вот в этом поезде в Санкт-Петербург я написал такую ученическую тетрадку о том, как рухнет Советский Союз. Интересно. Причем я должен сказать, что родители у меня эту тетрадку забрали, я ее больше никогда не видел. Но я очень хорошо помню ту основную мысль, которую я тогда высказывал. Она опиралась как раз на мой балтийский опыт. Кстати говоря, я не ошибся. Потому что, как вы помните, эрозия Советского Союза во многом начиналась со стремления народа в Балтии к восстановлению своей государственности. Но я увидел общество в Латвии, в Эстонии, такое же примерно общество было в Литве, если не более даже рекоризованное, которое все общество как бы жило во внутренней эмиграции. Люди говорили на своих языках, они не стремились стать частью вот этого русского и советского мира. Они жили в своем культурном мире. Они воспринимали свои союзные республики как государство, чего не было в других советских республиках. Там были совершенно другие, я бы сказал, отношения между людьми, другая атмосфера в медиа. И я все это увидел, и я увидел другое, что никто с этим ничего не делает, что для центральных властей это не является каким-либо вызовом. И для меня это был признак дряхления империи. Потому что я считал, что если бы империя была, так сказать, в возрасте своего прогресса, в сталинские времена, то, конечно, так бы не было. Вот то, что они дали возможность балтийским народам как бы жить относительно, так сказать, автономно, это для меня уже было признаком того, что империя утрачивает инициативу, что достаточно кризису первому произойти, чтобы все это проявилось. Я именно на этом, на балтийских странах видел, в балтийских странах видел вот этот вот такой вот момент краха империи. Потом, уже в студенческие годы, и это уже текст, который есть, поэтому я могу его показывать, он опубликован. Я написал в журнале Викерка «Радуга» в таллиннском журнале статью «Русские многообразия нации». Это был такой один из первых свободных журналов в Советском Союзе. Вот, я написал его уже, когда, по-моему, на третьем курсе Московского университета. И я писал там о русских, как о том, что русские перестали быть народом, едином, а превратились в группу народности, объединенную общим этнонимом. Потому что русские Казахстана, русские Эстонии и русские в Украине – это совершенно разные нации. Совершенно разные вообще группы населения, которые объединены разве что языком. Ну и мы сейчас это видим, понимаете? Мы видим, как этнические русские в Украине, они воюют с Россией. Мы видим, как этнические русские в Казахстане создают группы, разговорные группы по изучению казахского языка. А русские в Эстонии становятся министрами и депутатами Европейского парламента. А вовсе не стремятся превратить Эстонию в Россию или уехать в Россию. Ну и вот это тоже было таким моментом. Я считал, что вот это, я бы сказал, фрагментирование самого имперского народа – это тоже был такой момент для меня очевидный. Ну я не мог там это прямо, конечно, писать, потому что это еще был советский журнал. Но для меня это был вот такой момент очевидный будущего распада империи. И я пытался эту мысль, так сказать, в тех условиях, в которых мы тогда вообще могли писать что-либо, чтобы это могло быть опубликовано, выразить. Так что для меня это понятная совершенно вещь была действительно лет с 15. И я говорил своим родственникам, что это все рухнет. Я просил их, чтобы они не держали деньги на сберкнижках. Я не верил вообще ни во что, что может поддержать стабильность российского государства. Ну, это тогда никто практически не понимал. Никто не понимал даже того, что это все разрушится, когда уже началась Горбачевская перестройка. Причем вот я очень часто слышу в заявлениях российских шовинистов, что это ЦРУ развалило Советский Союз. Вот я хочу сказать, что Соединенные Штаты мало понимали относительно распада Советского Союза. Потому что не было вообще такого понимания. И когда Джордж Буш старше был в Москве летом 1991 года, это проявилось ярко. И в речи, в которой он выступал в Верховном Совете Украинской СССР, я разговаривал с членами его делегации, слышал их настроение. Как раз накануне их поездки в Киеве, я был в Москве тогда, в пресс-центре визита президента США, я беседовал с людьми, которых я очень уважал и уважаю. Это были серьезные люди, политические деятели, чиновники, администрации. И я видел, что они все настроены на то, чтобы поддержать Михаила Горбачева, в его стремлении сохранить обновленный союз какой-то. Для меня было совершенно очевидно, что это несохраняемо. Так что никаких намерений это разрушить у американцев не было и в помине. Это просто разрушалось само по себе. И, кстати говоря, я должен сказать, что много мечей разрушалось, потому что оно уже было разрушено. Знаете, это вот, как говорится, что мертво умереть не можно. Ведь на самом деле Российская империя погибла в 1917 году. И ее удалось склеить кровью коммунистической идеологии. И для меня было, кстати, очень странно, когда Борис Ельцин запретил коммунистическую партию. Мне вот было очень интересно, что он себе, как говорится, думает. Вот понимает ли он, что запретив коммунистическую партию, он уничтожил ту реальную власть, которая соединяла Советский Союз. Что бывшие Советские Республики, тогда не бывшие, конечно, не объединяет больше ничто. Потому что реальной вертикалью власти была именно коммунистическая партия. Вы же знаете эту историю, я думаю, что когда создавался Советский Союз, по большому счету и моя страна, и Беларусь, и страны Кавказа, они были оккупированы Россией. То есть у нас была своя государственность, и это не только нас касается, это касается и Бухарской, и Харимской народных республик, например. Они были все оккупированы, и Сталин был совершенно уверен, что необходимы эти республики и оккупированные страны, которые лишили своих реальных правительств, советизированы были, как тогда говорили, включить состав Советской России в качестве автономии. А элита в этих республиках, она не хотела становиться, так сказать, элитой российских регионов. И были страшные конфликты, драка была в Тбилиси между руководством Компартии Грузии и Сергороджи Никидзе, который приехал там по указанию Сталина убеждать, что нужно ставить автономию в составе России. А потом один из ближайших друзей Ленина, болгарский коммунист Христиан Раковский, он приехал к Ленину, уже тяжело больному, он был представителем Совета народных комиссаров Украинской ССР. И он был известный коммунист с мировыми именем, ему не хотелось, конечно, становиться никем. Хотя это все была тоже чистая бутафория, но он считал, что будет главой независимого государства, будет ездить на международные конференции, вот все такое. И он убедил, потому что сам Раковский ни в какую независимость Украины не верил. Он руководил советской делегацией на переговорах с украинской державой Гетмана Скоропадского. И остались протоколы, где он говорит, зачем вы говорите на этом украинском языке, какая независимая Украина. Он был шовинистом, но просто когда должность, да, то не хочется ее терять. Уж ладно, пусть будет Украина, лишь бы я был премьер-министром. И он убедил Ленина в том, что нужно создавать союз суверенных республик. И Ленин с ним согласился, но идея была совершенно гениальная, что союз суверенных республик мы создадим, и республики будут разные, а партия одна. И вот эта партия и руководила государством до 1991 года. И сколько бы союзных республик не создавали, потому что Старин потом решил размыть эти республики-основательницы, он из Российской Федерации вычленял целые куски территории и делал их союзными республиками. По национальному признаку я ничего не скажу, слава богу, потому что таким образом и казахи, и таджики, и туркмены, и узбеки, и киргизы получили свою государственность, так бы ничего не было. Но тем не менее, вот в любом случае, когда все это было размыто, то это окончательно превратилось в такую вот диктатуру КПСС, перед этим ВКПБ. После 1945 года уж полностью, потому что там уже русский такой шовинизм стал приложением к коммунизму или наоборот. И когда они коммунистическую партию запретили, то все кончилось. И в принципе оказалось, что эти страны, которые между собой только коммунизм, это как связующее звено имели, они больше ничего не объединяло. И это же тоже было логично, потому что всегда был вопрос, а почему в едином государстве, что связывает в единое государство и политические, экономические, с точки зрения ценности, Эстонию и Туркменистан. Ну понятно, что Эстония должна быть в Европейском союзе, а Туркменистан должен уходить в союз с государствами Центральной Азии, с Китаем, с Иранами, экономические связи, они же там, это же, они же не находятся в одном месте. Ну и такие вообще вопросы можно было бы даже и не задавать. Но, ну что их объединяло? Первое в мире государство рабочих и крестьян, коммунизм. Вот русские шовинисты сами от себя выбили. И теперь мы имеем дело с такой, понимаете, сокращенной версией империи, которая страдает фантомными болями. И я думаю, что мы сейчас находимся при последнем решительном бое этой империи, даже не за свое существование, за свое восстановление. Потому что, честно говоря, я не считаю Российскую Федерацию империей, я тоже неоднократно вам говорил. Российская Федерация это государство, в котором русские составляют подавляющее большинство населения и угнетают те коренные народы, которые живут на территории этого государства. Лишает их языка, цивилизации, самоощущения, вбивает, можно сказать, такой гвоздь в гробы этих цивилизаций, потому что это же не какие-то пришлые народы. И это все по отношению к народам России начиналось еще со времен покорения Казани. Вы же знаете, что и татарами, и чувашами, и башкирами им в городах запрещалось селиться после нашествия войск Ивана Грозного. Но, тем не менее, это вот... После вот сейчас мы видим, когда этот следующий Иван Грозный, Путин, он отменяет обязательно изучение языкового народа в России. Но, тем не менее, империей это трудно назвать, потому что российские республики, они составляют большую часть территории страны, но малую часть населения. А Россия ощущает себя империей именно вот когда она в размерах бывшего Советского Союза. Борьба идет, конечно, вот за этот Советский Союз. Я считаю, что война России против Украины – это вот такая вот первая часть этой войны за Советский Союз. Чем бы она ни окончилась, даже если Россия потерпит очевидное поражение и придется уйти с украинских земель, она этой борьбы не прекратит. Не прекратит, пока не рухнет. Потому что, как оказалось, никакого другого смысла в российской государстве, кроме борьбы за расширение территории, в общем, нет. Россия ни разу не удалось сосредоточиться. Она все время как государство существовало расширяется. Русский человек вообще не очень понимает, зачем он живет, если он не бредет на какую-то другую территорию с автоматом в руке. Вот эта вот прекрасная песня, вы знаете, была советская, которая вызывала скрежет зубовный у народов балтийских стран. Они просто глаза открывали, когда они ее слышали. Почтовый пакуется груз. Мой адрес – ни дом и ни улица. Мой адрес – Советский Союз. Но что значит мой адрес – ни дом и ни улица? Это было непонятно ни латышу, ни литовцу, ни эстонцу, ни украинцу, ни казаху. А вот русскому было понятно. Потому что он сегодня в Алма-Ате, завтра в Киеве, послезавтра в Таллине живет. Куда, какая разница? Всюду наша страна. И вот это вот отсутствие чувства родного дома, пусть там одновременно поют какие-то там песни о России, но вместе с тем ты понимаешь, что Россия – это нечто гораздо большее. Это то, что ты покорил. Культ этого покоренного пространства – это, конечно, главный смысл национальной философии. И я не очень понимаю, как вообще отказаться русским от этого синдрома. Насколько они вообще способны выжить как нация, если они не захватывают чужие территории. Потому что в их национальной истории, в истории Москвы, не было ни дня. Вот как появилось московское княжество. Рязань, потом Тверь, потом Другие княжества, потом Казань с Астраханью, потом Украинские земли, потом Литва с Речью Посполитой, Сибирь, Дальний Восток, Бухарах, Хорезом, Самарканд. Ну и так это можно долго описывать, эти территориальные приобретения. Но ведь это же все время, вот если мы возьмем историю России, что вообще происходило? Ну, просто мы шли дальше. Захватывали какую-то территорию, превращали ее непонятно во что и шли дальше, понимаете? Осваивали. Это как писал, кстати говоря, Ключевский. Ключевский, извиняюсь. Он писал о том, что это внутренняя колонизация. На самом деле Россия просто расширялась на те земли, которые должны были прорезать. Конечно, это и есть внутренняя колонизация. А почему вас удивляет? Ведь на самом деле и то, как начинала расширяться Англия, это тоже внутренняя колонизация. Англия начала с трудной канализации Шотландии, Уэльса и Корнуолла. Это кельтские страны, которые были внутренне колонизированы. А уже затем, колонизировав внутренние территории, Англия пошла колонизировать за море. Тоже так же развивалась и Франция. Британия – это внутренняя колонизация. Аквитания – это внутренняя колонизация, потому что это было… Или там Гасконь, потому что это были владения английских королей, герцогов аквитанских. Они были внутренне колонизированы французами, там была совершенно другая жизнь, другая знать. Могу привести массу таких примеров. Россия, понимаете, Россия как империя не совершила этот цивилизационный скачок, необходимый для империи. Она не стала империей, покоряющей заморские территории. Потому что, когда происходит внутренняя колонизация, а затем начинается заморская, то народы, которые занимаются заморской колонизацией, нуждаются в друг друге. Они начинают сотрудничать, даже если одни были колонизированы другими. И усиливается это стремление у внутренне колонизированных народов к равноправию хотя бы относительному. Поэтому можно… Я вот пересмотрел в какую-то мысль свою концепцию, когда дочитал книгу «Шотландская империя», «Скотти Шимпайя», как шотландцы участвовали в заморской колонизации. Да, это известно. И я потом подумал, а может быть мы… Я даже не подумал, я написал текст, что, наверное, нам нужна такая книга «Украинская империя», как украинцы участвовали в построении Российской империи. А потом я подумал, что это же на самом деле неправильный тезис. Сейчас, когда я с вами говорю, как раз анализирую. Потому что действительно между англичанами, шотландцами, эльцами, которые тоже восставали против англичан. Несколько раз было три войны за независимостью эльца, кровавых. У них остановилось равноправие, они стали британцами во время этой заморской колонизации. То есть я сейчас не беру моральную сторону дела. А что происходило в Российской империи? Там же этого не было. И там все равно русские оставались старшим братом для всех народов. Потому что поскольку не было потребности в заморской колонизации, то не было и потребности в этом равноправии. Продолжалась такая вот колонизация всех остальных. Да, конечно, на каком-то этапе можно было признать, что мы первого сорта, а малоросы с белорусами второго – они православные, православная империя. Но все равно подразумевалось все же, что народ, который живет в центральной России, он полноценен. У него более правильные условия жизни. Это, кстати, очень легко проверить по карте черты оседлости. Вот там, где жили настоящие русские люди, настоящие, люди первого сорта, там не должно было быть евреев. А вот там, где жили православные, но не такие православные, как мы православные, а такие колонизированные православные, они могли жить с евреями. Это уже была политика царского правительства. Чистоты расы воспринимались великоросами. И таких примеров можно привести великое множество. Вот русские могли жить в городах по Волжи. Татары с башкирами и чувашами долгое время не могли, пока там чуваши не приняли православие. То есть насильно эти народы делали сельскими нациями. То же самое отношение было к малорусам, которые потом стали украинцами, назывались малорусами випе. Их фактически выдавливали из своих древних городов. Их фактически превращали в такое сплошное сельское население. Я смотрел перепись населения на 1913-е годы на территории современной Украины. Ну, той Украины, которая была в составе Российской империи, разумеется. Был только один город с преобладанием малороссийского населения. Это Полтава была. Во всех остальных городах, кроме Бердичева, где было преобладание еврейского населения, большинство было за великороссами. Я даже не утверждаю, что это были этнические великороссы. Это люди были, которые записались великороссами, как в советское время все те, кто жил в союзных республиках и мог записаться русскими, а не украинцами, белорусами, казахами, дети от смешанных брак. Они записывались с русскими. А потом после краха Советского Союза количество этих русских моментально уменьшилось в разы. Люди не хотели быть русскими, они ими не были. Они просто считали, что вот это лучшая, так сказать, лучшая характеристика по приеме на работу, при получении каких-то должностей, при приеме в партию. И люди так приспосабливались, конечно. Но вот, в общем, это тоже был такой очень интересный момент, что происходила нарочатая маргинализация народов Российской империи Советского Союза, которая в современной Российской Федерации, вы знаете, приобрела совершенно чудовищный характер. Я считаю, что то, что сейчас происходит с народами России, это такой геноцид чистый. Во-первых, на войне. Фактически идет сознательное истребление мужского населения. Я считаю, что они это делают специально. Вот мне говорят, нет, ты не понимаешь, что-то они просто берут из сельских местностей. Буряты или тувинцы или чеченцы, они просто больше живут в селах и маленьких городках. А главное, не брать из Москвы. Но если мы посмотрим сельскую местность и небольшие города, собственно, в русских областях России, мы же видим, что это все не так. Они точно знают, что они делают. Вот они хотят сейчас эти нерусские народы России просто физически пропустить через эту войну, уничтожить, сделать калеками, просто лишить возможности деторождения. Ну, кстати, как-то было время Второй мировой войны, когда в этих всех несчастных бурятских селах не оставалось мужиков. И когда не остается мужиков в русских селах, ну, так все-таки какие-то другие мужики из других сел рано или поздно приходят. А в бурятские села некому было приходить. Так, вот все мы удивляемся, почему существуют вот маленькие эти автономные округа бурятские. А они же не были до войны такие маленькие, там было больше населения. Просто все эти буряты полегли в войну, и они просто использовались как пушечное мясо, совершенно спокойно. И сейчас это делается сознательно, потому что если и Сталин, и Путин точно понимали, что такое национальный вопрос и как уничтожить противника. Сталин организовал голодомор в Украине, а Путин уничтожает нерусские народы. Те, кто останутся, они будут ассимилированы, потому что вы видите, что языки уже не преподают. Культура маргинализируется, литература маргинализируется. Все сводится к такому сельскому фольклору. Люди внушают, что быть бурятами или тувинцем или еще кем-то стыдно. На внешний рынок идет совершенно другая чудесная история. Что вот буряты или тувинцы, или чеченцы, они изуверы, вот видите, они зверствовали во время войны в Украине. В то время как русский солдат, он же известный, он же с девочкой на руках всегда. Понимаете? Он ее спасает из огня. А дикари, которые приходят из республик России, они всех убивают, что же это удивительно. Поэтому мы и хотим нашу, так сказать, чистую русскую Россию, чтобы все были добрые и гуманные. И это исподволь, так сказать, вталкивается в мозги даже людей, которые вне России. И мы же помним, как охотно стали все об этом говорить в первые месяцы Российско-Украинской войны. Что вот это буряты. Потому что так даже легче. Понимаете? Если ты украинец, обычный человек, и к тебе в дом кто-то пришел, тебя там, или к твоему соседу, убил его, изнасиловал его жену. И этот человек как бы такой же, как ты, он же внешне такой же. Но если он не такой же, тебе как-то внутренне легче. Ты острее видишь. Я не утверждаю, что этого не было, как понимаете. Понятно, что преступления совершают люди всех национальностей, когда они в армии. Такой армии. Но легче воспринимать это вот так. И русские шовинисты этим пользуются. Я совершенно в этом уверен. Поэтому я считаю, что мы вступили в такой, я бы сказал, момент истины. Когда либо мы увидим окончательный крах этой империи, либо ее восстановление. В той или иной форме. Да, кстати говоря, Папа Римский активно, как мы помним, вступился за великий русский народ и культуру. И обвинив бурятов, якутов и чеченцев в том, что все зверства творили... Это тоже глубоко потрясло. Потому что, насколько я помню, что тот, кто создал христианскую религию, напоминал, что не сниельно не уйде. Да, все во Христе мы. Все во Христе. И таким образом как-то делить людей по происхождению, в зависимости от их ответственности за военные преступления, это было крайне странно. Это было одно из крайне странных заявлений понтифика, которое я тоже заметил. То есть он инстинктивно держался сам по себе, потому что я не думаю, что это какая-то специально продуманная была акция. Вот за авторитет христианства сказать, что люди христианская верность перед нами, они не способны на такие чудовищные преступления. Хотя мы точно помним, что способны люди, которые совершали Холокост в Европе в 40-х годах. Да, Сталин вообще в семинарии учился. Да, они вообще были христианами. Да, мы просто все были, так сказать, разными христианами, протестантами, католиками, православными, но христианами. Это был христианский Холокост. И тут, конечно, можно было бы задать массу вопросов, потому что понятно, что многие люди, которые все эти преступления совершали, ни в какого бога не верили, но с цивилизационной точки зрения мы же понимаем, что и те псевдоправославные, которые совершают преступления на территории моей страны, они ни в какого бога не верят, начиная с патриарха Кирилла. Мы же не будем думать, что патриарх Кирилл верит в бога. Смешно, мне кажется, это такой анекдот, если вообще думать, что он в кого-то верит, кроме собственного благополучия. Но тем не менее, тем не менее. Так что в этом смысле, да, я помню, что я тоже был этому удивлен. И это, понимаете, такие заявления, они развязывают руки. Они вот показывают, что Россия до сих пор, даже не Россия, а русский народ совершает такую цивилизационную миссию облагораживания и избавления от дикарей. А это страшная неправда, потому что цивилизационные достижения народа в России, во-первых, были достаточно высоки до их встречи с русскими, да и после. А во-вторых, что и сама русская культура, которая и цивилизация, которая выглядит для ее носителя чуть ли не центром вселенной, она, если на нее смотришь взглядом стороннего наблюдателя, она таким центром не является, понимаете. Ведь это же был самоназначенный центр. Самоназначенный центр, объявивший все остальное провинцией. И вот из Москвы, где ни тротуаров не было, ни университетов, ни Академии наук, ничего, несли культуру и в Бухару, и в Хорезм, и в Тамарканд, понимаете. И потом в Ригу или в Таллин. И это, то есть, и эту чушь, мало того, что нужно было воспринимать серьезно, так это и до сих пор серьезно утверждается. Они же до сих пор от этого не излечились. Я уже не говорю, что о народах самой России вообще речи нет. Понимаете, какие-нибудь буряты с их там сотнями томов буддистской энциклопедии, они просто селяне. А русские, у которых первые ученые были привезены из Германии, которые создавали Академию наук, только-только, вот когда уже в Европе забыли, что такое университеты. Они просто вообще цивилизационные, и когда это говоришь, это факты, это же временная шкала. Понимаете? Ну, в конце концов, я всегда думал, когда я вот все это слышал, сталкивался с какими-то антисемитскими проявлениями. Я видел своих коллег, которые, будучи евреем по национальности, говорили, что они не хотят ехать в какой-то местечковый Израиль, какая там вообще культура, что там делать. Я не говорю жить, я имею в виду просто посещать или выступать. И я на них смотрел с изюмлением, у меня были широко раскрыты глаза, я думал, господи, ты принадлежишь к народу? Вот, ученые которого были еще там древние иудеи, историки которого носили фамилии римских императоров, творили в Кордове, времен халифата, и памятники им там до сих пор стоят, как Маймониду. И ты, имея такой культурный и цивилизационный багаж за спиной, начиная там от Ветхого Завета, заканчивая, всеми научными достижениями мира современного, считаешь свой народ провинциальным, а народ, который фактически все это вынужден был вбирать и выучивать, который был еще в семнадцатом году 80% неграмотным, ты считаешь каким-то верхом творения. Почему? Как это тебе удалось? Я не говорю, как это русскому человеку удалось, но это его народ. А ты-то как? Но это вот, этот морок, он до сих пор работает. Я как-то просто об этом говорила, что не существует никаких, никаких плохих или хороших культур, я в этом верно уверен. Но когда одна культура становится над другими, это же и есть проявление нацизма. Бесспорно. А вот скажите, пожалуйста, в этой связи интересный вопрос. В чем феномен русских евреев? Ну, я знаю, что многие, которые уехали в Израиль, очень скучают по совку, они не хотят там учить язык, они все это ненавидят и прямо заявляют о том, что здесь все плохо. Я объясню. Ну, во-первых, евреи бывают не только русские. Я украинский еврей. Бывают польские евреи, как вы догадываетесь. Русских евреев не так-то много, потому что, как мы уже с вами говорили в начале нашего диалога, евреи вне черты оседлости не жили, их российское государство тогда не пускало за какими-то не очень большими исключениями. Вот. И в этом смысле большая часть так называемых реально русских евреев, она появилась сто лет назад, когда люди стали переезжать, собственно, в Россию, даже не совсем в Россию, потому что в Россию они никогда особо не переезжали, а в Москву и Санкт-Петербург, в столице. Ну, это было общее движение, не только евреи туда уезжали. Но, как вы понимаете, для людей, которые никогда не имели возможности туда переехать, которые были бесправны, которые говорят, тебе тут не место, это не для тебя. Бей жидов, спасай Россию, я помню. Да, но там в черте оседлости бей, а тут даже бить некого, даже не должно быть кого бить. То для них это было высшим достижением. Это первый момент. Второй момент. Выживание в такой империи требовало восприятия имперской культуры. Только в этом смысле представитель маленького угнетаемого меньшинства мог быть конкурентно способен. Третье момент. Он был конкурентно способен в борьбе с другими представителями меньшинств, которые тоже хотели конкурировать вот за это место под русским солнцем. Таким образом, он становился носителем этого русского сознания на других национальных территориях. Опять-таки, это отнюдь не все. Потому что были люди, которые были приверженцами сионистской идеологии, но их же всех перебили. Были люди, которые были активистами еврейской коммунистической партии, между прочим. В Украине это была одна из самых мощных коммунистических партий на этой территории сто лет назад. Бундовцы. Коалицию с большевиками. Но их-то всех куда? Расстреляли, понимаете? То есть, мы даже не представляем себе, какие потери понесло население еврейской и российской империи вот за эти годы, начиная от погромов и заканчивая большевистскими репрессиями. Это были сотни тысяч людей, но самое важное, что их отбирали по политическому принципу в большевистские времена. Что остаться могли только те, кто воспринимал эту идеологию и все, что с ней было связано. Это было не только коммунистическое, но и шаминистическое дело. А те, кто старался сохранить свое национальное «я», они истреблялись. В 52-м году были уже уничтожены еврейские писатели, еврейские организации. Уже было дело врачей. Дело врачей, да. А те, кто работал в других национальных культурах, кто старался как-то разделять ценности других народов, они всегда считались довольно странными и подозрительными для самого режима. Почему, интересно, если ты еврей, то ты украинский писатель. Вот почему? Что такого ты вообще задумал? И поэтому это тоже в какой-то мере были разные, разумеется, украинские писатели еврейского происхождения, но в целом это было какое-то мужество внутреннее, чтобы стать частью этой культуры, которая изначально для власти была маргинальной. А ты сам был маргинальным, как еврей, и ты еще начинал работать в какой-то маргинальной культуре. Еврейская ли, украинская ли, белорусская ли. Поэтому таких людей, естественно, в культурном мире было меньше, а больше было тех, кто хотел стать частью имперской культуры. И людям до сих пор трудно от этого избавиться. Кроме того, мы точно должны понимать простую вещь, что когда создавалось государство Израиль, люди ехали в него по убеждениям. Когда были первые волны эмиграции из Советского Союза, еврейской, это были непрямые рейсы. Люди долетали до Веды, до Рима, куда угодно. И потом одни пересаживались на самолеты в Тель-Авив, а другие оставались в Вене и Риме, и, скорее всего, уезжали главным образом в Соединенные Штаты. И там какие-то другие страны, в Австралию, я не знаю, куда угодно, оставались в Европе. Многие из этих людей тоже остались советскими, но мы их не очень замечаем, потому что они часть такого американского или там мира, просто русскоязычное население. Мы не очень интересуемся их происхождением. В Израиле вот люди ехали, которые хотели жить в Израиле. Потом была алия времен начала 90-х годов, когда люди уже никуда, кроме Израиля, попасть не могли, потому что это были прямые рейсы. И это была единственная возможность страны, которая их принимала, а уехать из Советского Союза они хотели. Насколько большинство из них было евреями, это для меня евреями по менталитету. Для меня это большой вопрос. Я думаю, что многим, если бы был выбор ехать не в Израиле, а в другое место, они бы уехали в другое место. Я не вижу в этом никакой проблемы, потому что их дети, их внуки, они становятся обычными израильтянами. По большому счету, эти люди уехали с Советского Союза, пожертвоваясь своим собственным, я бы сказал, цивилизационным комфортом ради своих детей и внуков. И можно им за это сказать спасибо. И хорошо. Но сами они действительно остаются теми, кем они были, советскими людьми, которые на самом деле... И опять-таки, можем ли мы их в этом обвинять? Государство, в котором они жили, делало все возможное, чтобы избавить их от этих национальных корней, от этих национальных чувств. Поймите, что наших, если говорить о моем поколении, наших бабушек и дедушек, их страшно запугали. Но они держали за свое еврейское происхождение, за традиции. Они еще помнили все эти праздники, они знали иидиш, они были частью всего этого мира. Но своим детям они это передать не смогли, потому что они были страшно перепуганы тем, что происходило после Второй мировой войны. Холокост, а потом сразу сталинские репрессии. Эти люди просто страшно боялись. И поколение, которое росло после войны, поколение детей войны, оно было абсолютно денационализировано повсюду. И вот эти люди стали передавать свое национальное наследие внукам. Вот мне это все передавали мои бабушки, сестры бабушки. Но это через голову, если хотите, моих родителей, понимаете? Родители оберегали от этого всего. Да, потому что страх прошел. Мои родители чувствовали себя евреями совершенно, но они были евреями скорее политически, чем культурно. Воспитаны. Именно политически на этом противостоянии. Они прошли в молодость через шестидневную войну, когда на них там показывали пальцы. Понимаете, они все равно были евреи. Но евреи именно в политическом понимании этого слова. А наше поколение, вот оно уже было совсем еврейское. Где-нибудь на территориях, которые так этого пресса не почувствовали. Латвия, Литва, Эстония, западные области Украины. Это все было иначе. Но я вам говорю об основной территории Советского Союза. Скажем так. О той территории, которая была с 20-х годов. Вот это была такая важная вещь. И я очень хорошо помню, как в 90-е годы, когда я стал приходить на какие-то еврейские мероприятия, на праздники. Я вот увидел людей, что были люди, которым за 60 и люди, которым 20-30 лет. Вот это вот как будто был какой-то провал от 60 до 30 в определенном смысле. То есть такие люди тоже были, но их было меньше. То есть выкашенное поколение было фактически. Да, и это было ужасно, потому что вот такая преемственность на нее установилась. Поэтому я совершенно, когда мы говорим об этом феномене этих советских людей, оказавшихся в Израиле, я не собираюсь бросать в них камень. Потому что я вижу, что их дети и их внуки, они приобретают совершенно другой менталитет. Это не наш менталитет евреев, которые живут здесь, в Украине или в других странах Европы. Это все-таки менталитет изгнания, как бы то ни было. Они сразу с чистого листа вбирают в себя менталитет израильтян. То есть это евреи Галута отличаются от израильтян, собственно. Да, конечно, отличаются, потому что израильтяне в политическом смысле это новая еврейская нация. И это тоже, когда я этому только рад. Потому что политическая нация формируется только в государстве, как украинцы, кстати говоря. Они на моих глазах, как мои соотечественники, стали превращаться в политическую нацию. Причем люди всех национальностей. И украинцы, и русские, кстати говоря. И армяне, и азербайджанцы, и евреи. Это целостная политическая нация. И человек может сохранять свою этничность. Но прежде всего ощущать себя украинцем. Это, кстати, то, что совершенно непонятно нашим соседям в России. Вот в этой связи было ли у вас ощущение того, что в 90-х годах, что война с Москвой неизбежна? Особенно после того, как фактически вынудили Украину отказаться от ядерного оружия. Кстати, о чем сказал вот Зеленский в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Я не думаю, что у нас были какие-то другие возможности относительно ядерного оружия. По той простой причине, что мы не гладали никакими средствами управления этим ядерным оружием. И что сохранение контроля за ядерным оружием для нас означало сохранение объединенных вооруженных сил СНГ. Как это и было в первые годы существования СНГ. Там были объединенные вооруженные силы, в ГЛС маршалом Шапошниковым. И это была такая бы у нас квази-государственность, понимаете? Но если мы хотели собственную армию, если мы не хотели участвовать в этих объединенных вооруженных силах, то, естественно, мы теряли контроль за ядерным оружием. Потому что эта кнопка была в руках президента России и главнокомандующего этими объединенными вооруженными силами, на которые президент Украины имел влияние. Но вы же понимаете, что это все атрибутика очень сомнительная. Это как у нас не было бы своей валюты, а был бы общий какой-то там рубль. Не было бы, ну ничего не было бы. Мы были бы, это было бы псевдо-государство. Поэтому пошли по этому пути и правильно. Но пойти по этому пути с ядерным оружием было никак не возможно. С этим никто бы не согласился, потому что изначально было решено, что центр ядерного оружия будет один. Просто сначала нашли такой механизм контроля общий. Но если мы не хотели в этом участвовать, то это был билет на выход. Что касается того, что была неизбежная война, нет, она не была неизбежна. Она была неизбежна только в том случае, если Украина хотела бы быть настоящим самостоятельным независимым государством в собственном курсе. Потому что с точки зрения России всегда была очень простая идея, что бывшие советские республики должны лежать в холодильнике и не вступать ни в какие интеграционные союзы, которые бы накладывали ответственность за эти союзы на страны, которые вступали бы с ними в такого рода союзы. Вот в НАТО, например. Но как только любая бывшая советская республика начинает движение в сторону, ее сразу превращает в инвалида, сразу начинает с ней войну. Так было в Молдове, так было в Грузии, так было и с нами. Но если бы мы оставались вот этой вот переименованной советской республикой, какой мы были во времена Кучма и, кстати, во времена Януковича, ничего бы не было. Они бы просто тихо бы нас, так сказать, маргинализировали. И они бы были уверены, что они добьются результата политическим путем. Так что война не была неизбежна, была неизбежной украинской независимости. То есть то, что мы рано или поздно начнем двигаться в другую сторону. И вот тут возникали риски. И тут опять-таки нужно было понимать, что это была недооценка обществом опасности. То есть украинцы хотели одновременно самостоятельно двигаться вперед и сохранить нормальные отношения с Россией. Выводы надо было делать уже в 2004 году. Что так не будет, что мы с ними не договоримся. Эти выводы не были сделаны до конца. Мягко говоря, не были сделаны. Даже грузинская война никого не отрезвила. В 2014 году, ну, они уже послали абсолютно четкий сигнал. Когда аннексировали Крым и начали все это действия на востоке нашей стране. И пытались и на Юль. Но опять-таки была огромная недооценка опасности. Потому что продолжалась идея, иллюзия и общество, что можно договориться с Россией. Что это наша власть что-то недорабатывает. Но вы же помните, это же была главная идея предвыборной кампании 2019 года. Что надо договариваться. Окончивать войну в своей голове. Что эта украинская власть заинтересована в продолжении войны, потому что она не обогащается. Это все тезис действующего президента Украины. И опять-таки я совершенно не собираюсь бросать камни в кого-то лично. Потому что это срез общественного сознания. Человек об этом говорил, и никто это не поддержал. Эти же идеи поддержали 73% голосов. Избиратели, я вам больше скажу. Украинцы всю свою политическую историю голосовали за того, кто мог бы лучше, по их мнению, договориться с Москвой. Может быть, за исключением восстания. В 2004 году это было не так. И Виктор Ющенко не был человеком, который лучше мог бы договориться Москвой, чем Виктор Юнукович. Вот это единственное исключение за все годы. Потому что даже в 2014 году, после Майдана, считали, что Порошенко, как опытный дипломат и политик, сможет найти ключи к дипломатическому решению конфликта. Вот. И это была ошибка. Потому что голосовать нужно было не за тех, кто лучше бы смог договориться с Москвой, а за тех, кто лучше мог бы, если в тени, защититься от Москвы. В 2019 году повестка дня должна была быть, как нам построить сильную армию, как нам получить ракетные вооружения, как нам стать такой страной, на которую Россия побоялась бы нападать дальше. И когда вместо этого понимания пришло стремление найти общий язык, но так, чтобы не капитулировать, потому что капитулировать-то не президент Зеленский, не его сторонники не собирались, как вы понимаете. Они хотели договориться честно. Но это все равно, что хищнику, знаете, подбросить. Можно просто руку в клетку сунуть и вот думать, что он не начнет тебя кусать. Это очень наивно было. Поэтому я считаю, что возможности избежать войну были именно вот на этом пути. На пути создания сильной эффективной армии, на пути форсирования приемов НАТО, на пути подписания оборонных соглашений с западными странами. То есть это должна была быть милитаризированная страна. Не сейчас, а после 2014 года. Но опять-таки для этого должен был быть за общественный запрос. А люди уже говорили, что есть усталость от войны, когда это кончится. Ну, кстати, я думаю, что и сейчас есть такие настроения. Я уже слышу тоже там настроение в обвинении в адрес действующей власти, что она там не может провести переговоры, не может договориться. Наверное, они заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. А это же такая же галиматья, как и те обвинения, которые раздавались в адрес предыдущего президента и его администрации. Потому что мы все-таки понимаем, что даже не Владимир Зеленский не хочет ни о чем договариваться с Владимиром. Это Владимир Путин в упор не видит никакого Зеленского и никакой Украины. Только Путин здесь ответственный. Нельзя даже крошку такой хлебной ответственности возлагать в этой ситуации на главу украинского государства. А есть такой вот попыток. А вот это вот, понимаете, это вот он не хочет договариваться, это он не хочет освобождать пленных. И я себя не отношу к сторонникам Владимира Зеленского, понимаете. Но я в ужасе всегда, когда в его адрес или в адрес с украинской властью звучат вот такого рода обвинения. Когда мы опять начинаем с четкого понимания, кто ответственен за отсутствие мира, опять пытаться придавить какие-то претензии к украинской власти. А претензии надо придавлять только к российскому агрессору. И думать надо только о дальнейших вооружениях. Это единственное, что нас может спасти. Единственное, что нас может спасти, это что Россия будет считать цену агрессии против Украины неподъемной. Если это будет подъемная для ее цены, она будет воевать. И все. Ну, кстати говоря, считается, что Кремль на это рассчитывает, что общество устанет, украинское воевать. Термин войны на истощение, он в этом и состоит. Не в том смысле, что мы вас всех перебьем, потому что вас сложно всех перебить, вас много. И не в том смысле, что мы все у вас тут разрушим, а в том смысле, что вы сами попадете в апатию и сдадитесь сами, что у нас много времени, что мы будем ждать, пока мимо нас пропрыгут трупы наших украинских врагов. Вот мы сидим на берегу речки, отправляем ракеты, воюем там где-то на линии на востоке и на юге и ждем, чтобы вы устали и сдались. Или чтобы у Запада нервы сдали. Вот просто вот это. И вот вопрос исключительно времени. Вот наш главный союз. На самом деле, я уверен, что Путин и его сторонники считают, что главные союзники России это не армия. Главный союзник России это время. Вот если нам удастся доказать обратно, это будет наша большая победа. Да, кстати, в прошлый раз мы, по-моему, обсуждали с вами Соловья, который очень успешно в этом смысле убаюкивает. Говорит, ждите, Путин умрет, ждите, Путин умрет. Многие люди ждут, но опять-таки, но это не для украинской аудитории же, понимаете, потому что россияне имеют возможность ждать, пока умрет Путин, а у нас умирает наши соотечественники в ожидании, пока умрет Путин. Нас не устраивает эти часы. Да, бесспорно. Бесспорно. И в этом смысле, кстати, интересно его, ну, скажем, такой Виверт, я тут наткнулся на него, ему задают вопрос относительно того, как правильно произносить в Украине или на Украине. Он говорит, согласно нормам русского языка на Украине. Соответственно, украинцы считают в Украине, ну, пусть они считают. Но здесь он тоже лукавит, такой нормы, как известно, нет. Вот я вам четко скажу, как филолог, что такой нормы русского языка нет. Русский язык допускает применение обоих предлогов в историческом своем значении. Существует только норма в Украине. Любой читатель поэзии Александра Сергеевича Пушкина может это заметить. Я не понимаю, почему в современной Украине и России язык Путина, не считая Пушкина, считается нелитераличным, а по-литераличным считается язык Путина, но это уже другой вопрос. Я вообще думаю, что язык как раз меняется, в этом есть гибкость языка, по мере развития политического процесса в сопредельных странах. Поэтому мы действительно тут даже на русском языке говорим не только в Украине, мы же говорим в Молдову, мы говорим Беларусь, мы говорим Кыргызстан, и так и пишем, в русскоязычных текстах. А в России по непонятным причинам продолжают говорить на Украине, Молдавии, Киргизии, Беларусь. А это не норма русского языка, это политические понятия, направленные на снижение государственного статуса сопредельных территорий. И русский язык не одинок в таком подходе. Страны, которые обладали какими-то большими территориальными приобретениями на своей границах и так далее, они тоже потребляли разные предлоги. Польский язык подразумевает предлог в польске, но на Украине, на Словацах, на Литве. Это все были сопредельные территории с Речью Посполитой или часть территории Речи Посполитой. Но и в польском языке это понемногу уже меняется, кстати говоря. Потому что это политизированные, а не лингвистические особенности. Да, бесспорно. Если позволите, последний вопрос как раз относительно Польши. Какая там черная кошка пробежала, вот не очень понятно. Это связано с какой-то предвыборной кампанией внутри Польши, Это, конечно, связано с предвыборной кампанией. Потому что сейчас люди, которые руководят Польшей, очень боятся потерять власть. И не только потерять, они боятся разделить ее с ультраправами. Потому что это единственные их естественные союзники, с которыми они могут разделить власть. И они не хотят ее с ними делить, и это тоже понятно. И я, кстати, не хочу, чтобы они ее с ними делили. Но я считаю, что они в этой предвыборной кампании увлеклись. Это тот случай, когда можно с водой выплеснуть ребенка. Потому что когда они говорят, что они защищают экономические интересы польского сельскохозяйственного производителя, и Украина должна, так сказать, знать свое место и с этим соглашаться, то всегда возникает вопрос. Ну, во-первых, это проблема того, что польское правительство нарушает наши с ним договоренности и договоренности с Еврокомиссией и все остальное. А во-вторых, непонятно другое, почему, если вы защищаете свои национальные интересы, это нормально, а мы защищаем наши национальные интересы, это плохо. Потому что мы получаем помощь от вас и поэтому мы должны тихо сидеть и ничего не говорить. Вот такое у нас должно быть поведение. Но это очень странное отношение, это какое-то московское отношение к Украине, Варшава ни в коем случае не должна его проявлять. Я об этом совершенно уверенно говорю. Можно, так сказать, думать о своих предвыборных интересах, но нужно еще думать о государственных интересах. Понимаете? А государственные интересы Польши состоят, как и украинские государственные интересы в тесном союзе этих двух государств, чтобы между ними не бегала черная кошка. Вы знаете, это все Путин. Он же на самом деле просчитал, что в момент его отказа от черноморской зерновой инициативы как раз перед снятием ограничений Еврокомиссии это вот приведет к такому кризису. Потому что вот надо снимать ограничения, понятно, что зерна становится намного больше, оно все хлынет на рынок, фермеры опять будут протестовать. Надо просто опустить шлагбаум. Это такая истеричная реакция, потому что она же произошла ровно после того, как Путин заявил о том, что Россия выходит из черноморской зерновой инициативы. Я уверен, что если бы он этого не заявил, если бы все сейчас продолжалось, этого бы всего не было. Сняли бы ограничения, и Польша бы сняла ограничения. Ну, может, она бы сейчас лимитировала воз продукции, или задержала бы этот воз на месяц до выборов. Так бы было очень все осторожно. А вот его слова, они просто повергли в истерику руководителей партии «Право и справедливость», премьер-министра Польши. И он так и думал, что так будет. Вот это вот черноморская зерновая инициатива, я буквально точно мог до даты сказать, когда он из нее выйдет. После президентских выборов в Турции и до парламентских выборов в Польше. чтобы и Эрдогану помочь, и тут клин вбить. Хорошая работа, что говорить, для поджигателя. Да, в общем-то, чекисты не дремлят, как известно. Нет, не дремлят, поэтому я всегда говорю, нужно внимательно относиться к Турции. Спасибо большое, Виталий, за, как всегда, интересную беседу. И, дорогие друзья, подписывайтесь на канал нашего гостя, мы ссылочку дадим. Спасибо вам большое и всего хорошего. Спасибо, Удачи.